Пусть появится сейчас Друзья, я всех приветствую, сейчас мы находимся на Майдане, мы сейчас ждем, пока доедаются глядачи, я расскажу, что происходит на Майдане и продемонстрирую вам эту эстерику, которую сегодня начинают влаштовывать наши порохоботы и наша влада. Две минуты, ждите, пожалуйста, доедаются глядачи и я расскажу и покажу, что происходит. Антон, покажи, пожалуйста, вот вы за моим способом видите автобусы спецпризначенцев, я еще потом расскажу, где они сейчас находятся. Мы видим, что по всему периметру Майдана, где мы сейчас стоим, в домах стоят нацбердейцы с автоматом, с боевым оружием. Вы видите, что происходит на корне, несколько автобусов сейчас поехали в сторону ЦУМ и видите, что происходит на Хрещатке. Хрещатке, Майдан перекритый из всех сторон. Вы видите, что в улице Костель не перекритый. Сюда и с другой стороны Европейской службы, с другой стороны ЦУМ и Киевского государственного администрации, с другой стороны Европейской службы. Все самое интересное, посмотрите, пожалуйста. Пожалуйста, эта строительство началась буквально вчера, позавчера началась, как только приблизился час до проведения нашего маршу. Причем весь этот час Майдан был абсолютно пустий. Поэтому все эти разговоры, что влада не боится мирных маршев и так далее, абсолютно продемонстрированы. Посмотрите, какие смысловые вантажения несут эти конструкции. Організаторы завалюют, как всегда, инсталляциями, что это будет присвящено кримско-татарской трагедии и так далее. Но посмотрите, кроме этих цветов кримско-татарского прапора и железок, которые поставлены здесь за государственные деньги, это очень дорого. Это за государственные деньги стоят очень долго. Посмотрите, смысловые вантажения. Вы очень много людей здесь видите, которые проводят эти выставки. Абсолютно понятно. У нас, например, есть четкая информация, что это задача администрации президента нам просто сделать все возможное, чтобы не произошло ни одного нашего маршу, ни одного нашего собрания. И, кстати, вы увидите, что будет завтра происходить. Я думаю, что мы будем уже спостерегать сегодня, какая реакция, потому что у нас есть заявка подана для установления сцен на Майдане Незалежности. Я думаю, как всегда, нас сегодня будут оточивать, не давать нам установить сцену и так далее. Но это нам не мешает. Вы посмотрите, с собаками гуляют. Придумали себе терористику Савченко для того, чтобы людям рассказать какие-то терористы. И сейчас под этой историей будут нам заважать работать. Третий сайты может быть в первую очередь, с торговой кастерствованием. Собака уходит с автоматом. Что мы стоим, как клеивать не вылезет? Может, погоните саму 100 мм. au. Ветер! Ага! 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 Добрый день, а что-то случилось, да? Ничего А что с шестьюм, просто мы допускаем? Почему, здесь возможно, всегда безопасно заходить за нас? Все в порядке Почему вы за автоматом пользуете на вас повезти? Можете разповисти, почему вы за автоматом пользуете? Я вам скажу, вы паранайром плачу У нас, вы видите, охрана громадского порядка Теперь в Киеве за автоматами Калашникова Это чудово Ну, понятно Это ответ, друзья, тем, кто говорит, что они боятся мирных маршев Я объясню вам, почему они боятся мирных маршев Дуже просто Друзья, смотрите, сейчас есть информация очень свежая Что до выставки уряда Словаччины Это уже все чули и бачили Я хочу проговорить одну простую речь и объясню, почему они еще раз Они саме цих мирных маршев боятся У нас, в нашей стране, фактично нам намагаются Тиснути в нашу вуха и в нашу сведомость Что единственный легитимный способ доведения своей думки Можут быть або выборы через голосование, або через референдум Волвиявление, або через опосередкованное голосование, або через опосередкованная демократия через обранцев в парламенте Это верно, из юридической точки зрения абсолютно это правда Но в цивилизованных странах давным давно существует политический институт Как вас в народном уровне У вигаде маршев, протестов и так далее Причем в этих странах это не закреплено в Конституции, в никаких законах И приклады, как это вам ценует, мы можем побачить за минулые руки Два останних роки были массовые протести в Бразилии в связи с коррупцией в уряде Люди выходили не раз, не два Протягом двух лет бразильцы выходили миллионами на улицу И это привело, зрештою, до того, что двоих парламентов проголосовали импичмент Повденна Корея, подруга президентки, втручается в государственные справы И люди обурюются и выходят на улицу тоже, очень мирно, с лихтариками просто